ДТП на границе частей света. Сегодня в окрестностях Екатеринбурга в результате дорожной аварии пострадал сувенирный ларек, работавший вблизи Стеллы Европа-Азия. О случившемся первыми сообщили известный екатеринбургский экскурсовод Татьяна Масунова и пожарный блогер Антон Мальцев, прибывший на место ДТП в составе спасательной команды. В своем телеграм-канале Мальцев сообщил, что со слов врачей скорой помощи, которым он с коллегами передал извлеченную из машины водителя, у 59-летнего мужчины случился эпилептический припадок. Стелла Европа-Азия на 17-м километре Пермского или Московского тракта была построена в 2004 году исключительно в туристических целях. Несмотря на то, что находится она вдалеке от истинного водораздела, собственно являющегося условной границей двух частей света, выбор этого места был продиктован исключительно близостью к областному центру и его транспортной доступностью. В основании Стеллы заложены камни, привезенные с двух крайних точек континента Евразии – мыса Рока и мыса Дежнева. Сюда, к стелле Европы и Азии регулярно приезжают свадебные кортежи, организованные группы туристов и одиночные путешественники. Поэтому торговля сувенирами здесь довольно бойкая. Подъезд к торговым точкам отделен от автомобильной трассы металлическим швеллером, поэтому сложно себе представить, как злосчастный Porsche Cayenne оказался в ларьке. Для этого его водителю нужно было намеренно повернуть вправо, проехать добрую сотню, а то и больше метров, и уже после атаковать стену ларька. В магазине-то кто-то был? Да. И продавец был, и охранник был. Живые. Возможно, автопутешественник, а согласно открытым данным, немецкий премиальный, хоть и довольно старый, 2006 года выпуска кроссовер, зарегистрирован на 59-летнего жителя Санкт-Петербурга Анатолия. Так вот, возможно, Анатолий сначала осознанно свернул с трассы, а уже потом его хватил припадок. Либо мужчина почувствовал приближение беды и намеренно хотел подъехать поближе к людям, чтобы те смогли оказать ему помощь, но из-за сведенных судорогой ног не смог затормозить. Вообще, люди, страдающие эпилепсией, по закону не могут быть допущены к управлению транспортным средством. И любая медкомиссия должна таких отсекать от получения или продления водительских прав. Но диагноз, поставленный врачами скорой помощи, мог быть только предположением. Возможно, мужчину хватил не эпилептический, а эпилептоморфный припадок, похожий на проявление эпилепсии, но не являющейся ее следствием. Неуправляемая машина влетела в самый крупный из всех сувенирных ларьков, работающих в этом туристическом месте. До самого вечера его владельцу и работникам пришлось разбирать завалы и вывозить уцелевшую продукцию. Если гражданская ответственность водителя Porsche была застрахована, то выплата по ОСАГО сможет как-то компенсировать убытки коммерсантов. Но прежде в ремонт торговой точки им, видимо, придется вложиться самим.